Всем привет! В эфире Универньюз. С вами студия Олег Кашин. Пришло время окунуться в самые интересные студенческие новости. Последний звонок прозвучал для всех 11-классников города. Как стать предпринимателем еще в детстве, рассказали на фабрике дети. Педагогические форумы обсуждают учителя нового времени. В IT-лицея Казанского федерального университета состоялся последний звонок. Приятно отметить, что ребята стали выпускниками одного из лучших лицеев России, что наглядно подтверждает 4-й ежегодный рейтинг лучшей школы России «РАЭКС». Самыми интересными подробностями состоявшегося события поделится Аделя Шамилова. Радость от первой пятерки. Победа в Олимпиаде. Лучшие друзья. Любимый учитель. У каждого выпускника свои воспоминания о годах, проведенного в стенах IT-лицея Казанского федерального университета. 24 мая его выпускники попрощались с детством и вступили в новую взрослую жизнь. На торжественной части мероприятия приняли участие ректор Казанского федерального университета, директора институтов и многие другие. Не обошлось такое событие и без приятных новостей. Ректор Казанского федерального университета объявил, что два лицея КФУ вошли в топ-100 лучших школы России по конкурентоспособности выпускников. Четвертый ежегодный рейтинг лучших школы России «РАЭКС» был представлен 23 мая в Москве. IT-лицей занял в рейтинге 32 место, а лицей имени Лобачевского – 56-е. Мы стали лучшими в республике и заняли 32 место в масштабе всей нашей огромной страны Российской Федерации. Это очень хороший результат, поскольку впервые за короткий период мы сделали очень такой хороший скачок, который, конечно же, стал возможным благодаря нашим совместным усилиям. Быть выпускником одного из лучших лицеев России весьма почетно. Покидая его стены, новые испеченные выпускники желают своим друзьям-лицеистам не сдавать позиции и держать марку. Я, пожалуй, не беспокоиться, потому что IT-лицы – это, наверное, действительно лучшая школа республики. Она их подготовит ко взрослой жизни, проведет всю социализацию, идеально подготовит к экзаменам и к поступлениям в лучшую вузу страны. На самом деле, осталось лицейм очень грустно, потому что мы тут все седьмого класса, и мы уже за пять лет стали как одна большая семья, и расставаться непременно грустно. Приятно отметить, что последний звонок 2018 посетили и выпускники прошлых годов. И не только для того, чтобы поздравить ребят, но и дать старт новой традиции. Теперь с 24 мая этого года перед IT-лицей МКФУ будут высажены три рябины. От выпуска 2016, 2017 и 2018 годов. Новой принятой лицейм традиции будет придерживаться каждый последующий выпуск. Это нужно для того, чтобы лицисты и лицей помнил нас как людей, которые здесь учились, людей, которые здесь творили жизнь. Теперь ребят ждет взрослой жизнь с серьезными задачами на будущее. Сдать экзамен, поступить в университет, а после войти в интеллектуальную элиту в сфере IT не только для республики, но и для всей Российской Федерации. Однако, строя грандиозные планы на будущее, нельзя забывать о ближайшем важном мероприятии для каждого в выпускном вечере. Отель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Волнение перед экзаменами, улыбки на лицах и слезы на глазах. Обычное дело для каждого выпускника. В Казани прошел общегородской последний звонок. В казанских школах прозвенел последний звонок. Теперь впереди у ребят трудные испытания. Сдача единого государственного экзамена, а после поступление в УЗы. Но сейчас на короткое время можно выдохнуть и гордо назвать себя абитуриентом. В этом году казанские школы заканчивают почти 6 тысяч 11-классников. И все они собрались на Кремлевской набережной, чтобы отметить окончание школы. На самом деле очень такие волнительные, потому что я сегодня даже плакала, хотя я, наверное, почти целый год просто школу даже и не посещала. А сейчас я начала осознавать то, что очень грустно, потому что, не знаю, в последние дни все мои одноклассники, они такие классные, и я люблю их просто безумно, как и наш гостин. 11 лет. Ровно столько времени прошло с их первого школьного звонка. Каждый ученик уже привык к его звону, но сегодняшний колокольчик они запомнят на всю свою жизнь. Аля Кашин, Владимир Нелюбин, Универнивс. В Казанский федеральный университет с визитами прибыли делегации из Китая и Узбекистана. Подробнее об этом вы узнаете далее. Казанский федеральный университет посетила делегация Гуандунского университета из Китая. Гостей встречал проректор по внешним связям Кафулин Орлатыпов. Позже гости направились в Институт международных отношений истории и востоковедения для участия в круглом столе российско-китайское сотрудничество в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». На этой встрече обсудились вопросы сотрудничества университетов по программам обучения, а также проекты «Шелкового пути», целью которого является создание экономических связей между Европой и Азией. Следующей с визитом прибыла делегация Бухарского государственного университета Республики Узбекистан. После встречи с руководством КФУ делегация ознакомилась с Институтом физики и химическим институтом имени Бутлерова Казанского федерального университета. Визит делегации в КФУ продлится до 25 мая. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Более ста учащихся из школ Казани приняли участие в курсе «Фабрика дети». 23 мая юные предприниматели отпраздновали свой выпускной. Подробности далее. 23 мая в Казанском кооперативном институте состоялся выпускной проект «Фабрика дети». Это образовательный курс для детей и подростков от 8 до 16 лет по формированию предпринимательских компетенций. Проект «Фабрика предпринимательства» создавался Казанским федеральным университетом и Министерством экономики Республики Татарстан. На студенческом телеканале Универ ТВ Казанского университета транслировалось реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Мы пятый год занимаемся обучением предпринимательства и пришли к пониманию того, что именно основу и компетенции предпринимателя нужно зарождать еще в самом детстве. Выпускники IT-лицея, например, у них очень много проектов, связанных с использованием 3D-принтера, либо высокотехнологичных инноваций. Это вообще удивительно, чтобы дети школьного возраста занимались высокотехнологичным предпринимательством. Участие в проекте приняли более 100 учащихся в школу города Казани. За три месяца они создали уникальные проекты – кубик-рубик для слепых, домашняя сыроварня, частные уроки английского языка. Мой проект достаточно сложный. Это протез, который будет помогать людям с поврежденными конечностями. Интерес этого проекта заключается в том, что нога может быть цела, но, допустим, не работает определенная мышца. И данный протез будет заменять конкретно эту мышцу. Мы представляем наш интернет-магазин «Зеланта». В нашем интернет-магазине вы можете заказать уникальные колонки с корпусом «Зеланта». В нашей мастерской мы делаем колоса, которая известна есть от Арстана. На данный момент курс «Фабрика. Дети» реализуется в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Вот и подошел к своему логическому завершению четвертого международного форума по педагогическому образованию. Наша съемочная группа получила обратную связь о форуме от экспертов международного значения. В Казанском университете подошла к концу программа четвертого международного форума по педагогическому образованию. На площадке вуза собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных университетов. Мы пообщались с ведущими экспертами в области образования и узнали их впечатления о форуме. Я очень рада, что я был приглашен к этому конференку. Я думаю, что программа действительно отличная. Я представила на панели вчера. Я думаю, что идея привести различные журналисты к концу конференку действительно потрясающе, потому что мы должны быть уверены, что больше людей знают о русском системе обучения, и особенно о русском системе обучения обучения. Ну, это здорово быть в Казан. Это красивый горячий город, это красивая город, и эта конференция лучше всего. Это четвертый форум интернациональный форум. Я думаю, что Казан Федерал Университетов сделал прекрасный работа в создании интереса в учебном образовании и реформе на учебном образовании. И я думаю, что они должны быть congratulены. На сегодня все, но уже завтра мы снова расскажем все самое интересное в прямом эфире. Оставайтесь с нами и не пропускайте наши выпуски. Казан Федерал Университет Казан Федерал Университет Казан Федерал Университет Казан Федерал Университет